Это актуальное интервью. Здравствуйте, я Марина Захарова и мы говорим коротко о важном. Сегодня у нас в гостях заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Саха-Якутия Изабелла Самойлова. Изабелла Юрьевна, я вас приветствую. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какая ситуация сейчас по эпидситуациям по ОРВИ у нас в республике на сегодняшний день? Мы наблюдаем эпидемиологическую ситуацию в ежедневном режиме. Отчетность подводится также ежедневно. И я хочу уверить наших зрителей о том, что ситуация на сегодняшний день в республике благополучная. Отдельно мы мониторим ситуацию по городу Якутску, как наиболее крупный центр, где сосредоточено более трети населения республики. И, конечно, город подвержен большим колебаниям заболеваемости, чем другой регион нашей республики. И хочу сказать, что в городе Якутске также ситуация благополучная. Превышение эпидемических порогов на сегодняшний день выявлено незначительно по совокупному населению. В масштабе республики это около 10%, в городе Якутске это на 7%. Это не критично, это было ожидаемо. Но в динамике эпидемический подъем вообще наблюдается еженедельно. Мы знаем, что это сезонная заболеваемость, что в зимний период заболеваемость нарастает. Поэтому пока все ожидаемо и прогнозируемо. Возможно, что ситуация будет ухудшаться и осложняться. В дальнейшем, как правило, у нас эпидемический сезон проходит в две волны подъема. Первая волна начинается с осени и до Нового года. А вторая волна начинается уже, наверное, после новогодних каникул. Таким образом, мы доживаем до Нового года. Долгожданных каникул мы очень ждем, что это все-таки прервет эпидемический процесс и снизится заболеваемость. Но после Нового года начинается, как правило, вторая волна. Но мы готовимся к этой эпидемии. То есть можно сказать, что первую волну мы стойко выдержали, больших превышений нет, да? Еще рано об этом говорить, но мы очень хорошо готовимся. А сколько привит население сейчас? В этом году, с помощью того, что мы сконцентрировали очень много усилий на профилактической работе, у нас на сегодняшний день привито почти 44% населения, чуть меньше. При этом были использованы различные источники финансирования. Большая часть, конечно, была выделена средств из федерального бюджета. Это почти 40% населения было привито за счет федеральных средств. Но республика также в этом году выделила достаточное количество вакцин, чтобы охватить те контингенты, которые не были предусмотрены федеральной программой. Ну и кроме того, сознательные граждане даже на собственные средства прививались. Те, кто хотели получить качественные импортные вакцины, может быть, для детей постарались. Поэтому в этом году у нас охват даже выше, чем в прошлом году. Но все-таки хотелось бы сказать, что есть регионы в Российской Федерации, где охват еще выше. Московская область, например, в этом году отчитывалась о том, что они 51% населения Московской области привили. Большие средства были выделены мэрией города Москвы и Московской области. Поэтому нам есть к чему стремиться. Хотя в рангах других территорий мы выглядим очень неплохо, наша республика. А вот вы говорите об импортной вакцине. Существуют вопросы от населения, какая все-таки лучше вакцина, то есть качественнее именно импортная или есть же и российские? Есть, конечно. У нас в России зарегистрировано несколько отечественных вакцин. Они уже прошли все испытания клинические, хорошо себя зарекомендовали в предыдущие три года. В этом году к нам поступила отечественная вакцина СОВИГРИП. Она разрешена к применению у детей с 6-месячного возраста, без ограничения в дальнейшем. Импортные вакцины, они, конечно, тоже имеют вхождение в Российской Федерации, но мы все знаем, как патриоты нашей Родины, что у нас сейчас импортозамещение, и нам необходимо все-таки отказываться снизить зависимость от импортного сырья. Хотя вакцины, конечно, очень качественные. У каждой вакцины есть свои преимущества, есть, конечно, свои недостатки, но мы говорим в первую очередь и о цене, и о качестве, и о сопоставимости этих двух показателей. Но вот вакцины Гриппол, Гриппол Плюсов и Грипп и Ультрикс – это отечественные вакцины, которые в этом году поступили с федерального бюджета в разные регионы Российской Федерации. Мы, в общем, углубили изучение этих вакцин, в частности, их иммуногенности, эффективности, длительности иммунитета, и пока на сегодняшний день у нас никаких отрицательных каких-то нет замечаний к этой вакцине. Вот многие родители, да, сейчас, к сожалению, отказываются ставить прививки своим детям. Возникает вопрос, при этом, значит, школы, администрации школ и детских садов говорят, что с Нового года непривитые дети просто не будут допущены до занятий. Что делать в этом случае? Насколько она нужна, эта вакцина, и насколько она обязательна? Что делать родителям? Ну, вот антивакцинальное лобби, не встречая сопротивления со стороны медицинской общественности долгие годы, конечно, набрали силу, и в обществе действительно сложилось такое неприятие вакцин. С этим нужно бороться, и, конечно, нужно приложить усилия со стороны общественности медицинской, со стороны активной части населения. Такое неприятие, оно не имеет под собой никаких оснований. Во-первых, я хочу сказать, и уже говорила о том, что вакцины все качественные и безопасные, они проходят определенную процедуру стандартизации. Но есть другое. Есть другое, что люди приводят примеры из своей жизни, из какой-то практики своих бабушек, дедушек или знакомых друзей, товарищей, о том, что привились, и никакого эффекта не было, все равно не заболели. Но вот в этом случае я хочу сказать, что все эти разговоры, которые через WhatsApp могут передаваться, через социальные сети, они научно, в общем-то, не обоснованы никак. Дело в том, что вакцина все-таки действует не сразу, все равно должно пройти какой-то период для того, чтобы иммунитет этот образовался. И минимальный срок это 10 дней, то есть нужно, чтобы от прививки прошло 10-12 дней. Если в этот период, конечно, человек пообщается с больным гриппом, он, конечно, может заболеть. Тем более, что эта вакцина, например, она комплексная, она защищает от 3 или 4 видов гриппа. Все зависит от того, какие вирусные частицы использовались для создания этой вакцины. Но она не защищает от прочих вирусов. То есть у нас есть не гриппозные теологии вируса, которые вызывают респираторные заболевания. Это аденовирусы, это парагрипп, это РЭС-вирусы. Они протекают более легко, и, конечно, прививка от гриппа, она может защитить только от гриппа. А вот эти вот респираторные вирусы, они, конечно, прививка им не поможет. Но они протекают легко и без осложнений. Поэтому можно переболеть при этом ОРВИ, но это не будет гриппом. А грипп опасен тем, что он вызывает осложнения, которые могут привести вообще к фатальным исходам. Вот грозные осложнения гриппа – это миокардиты, это отиты, синуситы, бронхиты, это хронические заболевания легких. И такое наиболее сложное – это пневмония. А кто больше подвержен вот этим вот осложнениям? Осложнениям, конечно, подвержены больше дети и лица пожилого возраста. Дети в силу того, что они еще не набрались сил, что у них еще нет иммунитета, что они еще не встречались с вирусами гриппа за свою короткую жизнь, что у них не наработалось вот это вот противодействие, иммунные силы не наработаны. Но по мере того, как они будут взрослеть, то они будут встречаться с разнообразными возбудителями, и иммунитет у них потом со временем появится. Ну а взрослые, пожилые люди старше 65 лет, естественно, они имеют какие-то уже хронические заболевания, которые осложняют и так жизнь. Но если еще присоединится вирус гриппа, то там могут быть серьезные осложнения. Поэтому им нужно защищаться в первую очередь и нисколько не бояться этих прививок. Ведь родитель, который не дает разрешения своему ребенку на прививку, он вообще-то пользуется своей силой, своей властью, своей мудростью старшего человека. Но он забывает о том, что своими действиями он лишает ребенка права на здоровье. А если что с ребенком случится, то, конечно, родитель будет еще и думать, как он так. То есть родители обязаны, вот интересует вопрос о том, что же делать, если не будут допускать до занятий. То есть обязаны привить? Нет. Каждый человек имеет право, конечно, отказаться. Но это должен быть мотивированный, информированный и сознательный отказ. И не просто так, что вот я написал, отказываюсь, несу ответственность и сдал педагогу. Нет, так дело не пойдет. Конечно, врачи должны неоднократно, многократно, в течение всей жизни человеку напоминать. И не только о прививке от гриппа, но и других прививок. Ведь есть еще более сложные заболевания, которые могут привести к фатальным последствиям. Например, прививка от кори, прививка от полимелита. Это же такие заболевания, от которых действительно можно умереть, причем очень быстро. И нужно защищаться. А вот антивакцинальное лобби, оно просто уже не разбирая, по-моему, дороги, противодействует всем видам прививок. Изабелла Юрьевна, такой вопрос. Все-таки как нам убедить вот этих мамочек, которые все-таки нам доступны, доступен интернет сейчас, да? То есть читаются такие статьи, как о том, что ученые там выявили, допустим, против этих вакцин и так далее. Потому что там уже заведомо сидит этот вирус и так далее, и тому подобное. Как, по-вашему, убедить все-таки родителей, что это не так, что это полезно? Ну, педиатр должен проявить терпение, настойчивость, мудрость и рассказывать человеку о том, какая это вакцина. К чему может привести отказ от вакцинации, какие могут быть последствия. Он должен, человек имеет право выбора, может быть, ему не такая вакцина пойдет. Может провести вакцинацию под прикрытием каких-то приемов, лекарств каких-то, в удобное для него время. Возможно, что нужно использовать комплексные вакцины для того, чтобы уменьшить, например, количество инъекций, если ребенок боится. Что возможно привить, например, в частном кабинете в отдельное время. Понимаете, есть много возможностей. Можно в стационаре привить, то есть действительно положить стационар и привить в госпитальных условиях. Но это нужно очень качественно, настойчиво работать. Вот эту работу мы должны проделать достаточно быстро, потому что все-таки эпидемия уже близко. А что касается противопоказаний? Основным противопоказанием к прививке против гриппа является аллергия к уриному белку. Но вот это является противопоказанием, потому что введешь, большинство вакцин противовирусных, они создаются все-таки с такой технологией. Но если есть противопоказания, то можно привить на фоне приема других лекарственных веществ. И, в общем-то, об этом педиатры все знают. Скажите, пожалуйста, насколько охотно идет взрослое население на прививки? Я считаю, что те люди, те 44%, которые получили прививки, что им крупно повезло. И о том, что это люди сознательные, и что 56%, к сожалению, остались без прививок. А пожилые? А пожилые в том числе? Но пожилые – это группа риска, к ним пристальное внимание, ведь их и на дому могут привить в случае, если они об этом попросят. При определенных обстоятельствах и это проводится. У пожилых, у них серьезное заболевание, допустим, сердца, серьезное заболевание легких, может быть, сахарный диабет у кого-то там. Это основные группы риска, которые в первую очередь нуждаются в вакцинации. Изабелла Юрьевна, я благодарю вас за беседу, желаю нам всем здоровья и нашим телезрителям, конечно же. Напоминаю, у нас в гостях была заместитель управления, руководитель управления Роспотребнадзора по республике Саха, Якутия, Изабелла Самойлова. Оставайтесь на нашем канале, мы всегда обсудим все самые важные темы. Всего доброго! Продолжение следует...